Ехали мы сюда в Лобинск, через Адыгею, через Кашихабль, чудесный такой населенный пункт, и остановились, очень неплохой, как нам показалось, кафешке, где мы купили себе по чебуреку. Это были очень вкусные чебуреки, и мы заказали еще четыре штучки нам с собой в дорогу. Милые девушки приготовили нам их, и вот что мы обнаружили, когда приехали в санаторий. Аппетитные румяные чебуреки, но, к сожалению, оказалось, что в этих чебуреках, которые были приготовлены на вынос с собой, не было ни грамма мяса. Мы попробовали один чебурек, подумали, что это случайность, отдали его собачке остатки, разрезали второй, там тоже не было мяса, и аналогично вторые два чебурека. Но мы не стали их выбрасывать, и решили эти чебуреки показать хозяйкам этого кафе на обратной дороге. Может, им станет стыдно. Вот так вот аромат мяса есть, но мяса нет совсем. Вот такой вот бывают такие неприятные моменты. Я удивлена, что ладыгеи могут делать такие вещи. Сколько мы отдыхали на Северном Кавказе, и в том числе и проезжали, кушали в ладыгейских кафешках, но с таким мы никогда не встречались. И вот она, эта чебуречная, где мы купили с собой в дорогу чебуреки без мяса. Зайдем, спросим у девочек, чем отличаются чебуреки на вынос и чебуреки на месте. Какая разница в этих рецептах? Город Кашихабль, вернее, аул Кашихабль, вот такая чебуречная. Сегодня подошли мы к хозяину этой чебуречной, рассказали о проблеме. Он извинился и попросил подождать, когда нам приготовят заказ. Вот сейчас ждем новые чебуреки, вновь приготовленные, под контролем хозяина этого кафе. Но я думаю, что он разберется со своими работниками, чтобы больше не было таких случаев обмана покупателей. Ну а на самом деле, продукция здесь очень вкусная, ну и я рекомендую.